Я не хочу сказать, что сегодняшнее наше рассмотрение изменений в законодательстве в банковской сфере означает, что банковская система работает плохо, ее нормативная база требует какого-то кардинального пересмотра. В условиях санкций банки продемонстрировали устойчивость, обеспечили сохранность сбережений, приведение расчетов и аккумулирование ресурсов для кредитования. В прошлом году, благодаря координации действий Национального банка и правительства, удалось ускорить переориентацию экспорта, поддержать предприятия оборотными средствами, профинансировать важнейшее для страны инвестиционное проект. Но я категорически не удовлетворен, как работает правительство и банки по прохождению платежей. Мы вроде бы продукцию можем поставить и прочее, но это в ближайшее время мы рассмотрим. Поэтому отчитается и правительство и банки, как они работают по платежам. Просто надо упираться и работать. Поэтому надо специалистам Национального банка и вообще банкам подключаться к решению проблемы прохождения платежей. Этой проблемы быть не должно, ее нет. Мы просто отвратительно работаем. И отдельные наши частники показывают, как надо работать. Обеспеченная защита интересов вкладчиков. Беларусь, ну, чуть ли не единственная страна в мире, которая гарантирует населению полный возврат вкладов, независимо от величины и валюты, в случае экономической несостоятельности банка. Но жизнь не стоит на месте. Развиваются технологии, новые вызовы, новая система взаиморасчетов строится в том числе международной торговли. Словом, определенные изменения назрели. Я боюсь забегать вперед, но мне кажется, что появится в мире в ближайшее время новая мощная валютная союза. С новой валютой резервной. Мы своевременно договорились с Россией о сближении банковского законодательства в интересах субъектов хозяйствования. Роман Александрович, в интересах субъектов хозяйствования мы должны работать с Российской Федерацией в банковской системе. Также я давал поручения органам госуправления и контроля проанализировать работу банковской системы и внести свои предложения по корректировке банковского законодательства. Некоторые инновации уже прошли апробацию на практике. Как и договаривались, Нацбанк закрепил их своими рекомендациями и предлагает реализовать на системной основе в рамках правового поля только то, что нам нужно. Но, тем не менее, я решил пригласить специалистов вас, чтобы еще раз убедиться в том, что нововведения принесут нам пользу. Ведь на рассмотрение выносится основополагающий нормативно-правовой акт. Люди должны знать, какие изменения планируются, не осталось ли каких-то непроработанных, серых и, не дай бог, темных мест. Беларусь, еще раз повторю, социальное государство. Правила экономической деятельности должны исходить из принципов социальной справедливости, одинаково и однозначно трактоваться и, безусловно, соблюдаться. Исключений для каких-то сфер, включая банковскую, нет и не будет. У регулятора должны быть все необходимые рычаги влияния на финансовые отрасли, в том числе для наказания нерадивых банков рублем и прочим. В настоящее время особенно важно, чтобы все ветви власти и органы госуправления работали в тесной увязке. Только сообща можно обеспечить мобилизацию ресурсов на важнейших направлениях устойчивого развития экономики. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!